и здравствуй, геройщик! Сегодня мы многое узнаем как начать войну например вот выбираете того кого хотите отправить на войну даете ему звание сержанта отмечаете его так вот так повысить понизить вот выбрали десять сержантов мы выбрали все спящих агентов наших о спящие надеемся что война их реанимирует шутка просто у них базы надеюсь развитие чем у не спящих у многих вот оттуда оттуда приют разгромят всю эту музыку и вот уничтожит командный бункер оттуда тоже можно атаковать смертную зону ну 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 начинаем только войну начать ли нам войну а почему мы отмечаем всего десять сержантов потому что иначе и выбрать а так выбрать здесь ничего не пишется когда последний раз был какой уровень у него а так отметили сержантов уберем а вот этого и не взять например вот таких два спереди ну ладно вот так вот сержантов посылаем ну ладно мы сами не ходим потому что мы нападаем на чужие базы нет игра должна доставлять удовольствие она мне нравится разрушать грабить убивать нам нравится защищать и спасать и начать войну поэтому грязную работу в нашем кухне делают сержанты а мы честюли сидим на холме и смотрим как в долине берутся поросята поросята так вот такие поросята недавно совершили набег очередной а а они упали такой неужели ой какой маленький все погибли с вот видишь что порядок есть такие говняки о раскранили все они мало еще граната эти подлодки вот откуда есть топ кораблей то они и он а а не развиваем ударные группировки только защитные войска потому что не атакуем чужие базы Зачем такого чужого? Нам чужого не надо. Только поросятам надо. Диким Веплем. Ух! Ух.. Ох, ещё забав consulkaya получила Ой! Полетела Хух.. Враг не ушёл Та-ти-ти-тюр微 Та-ти-ти-тю! Бруха. Чем меньше собачьих жетонов, тем проще развивать базу. Чисто теоретически. Проще развивать, потому что враги пробираются в соответствии с количеством жетонов, которые у вас есть. Вот у нас есть... Тысяча семьсот двадцать два. Вот нам отобирают. Тысяча семьсот. Тысяча семьсот. Тысяча семьсот. Берут свою базу. Сует сюда, например. И понижают свой уровень. Все проигрывают, 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 проигрывают. Чтобы враги были с нулевым количеством собачьих жетонов. Ну так как они там не одни. Но... Хитро. Хитро. Купов таких много. И поэтому все равно среди игроков с нулевым количеством собачьих жетонов, могут попасться в высоковый уровень с разбитой ударной группировкой авианосцев. Та-да-да-да-да-да-да-дам! Седьмой флот США, понимаешь. С десятым. С пятнадцатым. Не говоря уж о читерах всяких, которые имеют с хакерами, которые имеют, например, хакеры по нескольку таких ракетных установок. А читерах имеют бесконечное количество золота. Ну, прокачиваю, прокачиваю. Например, я у нас прокачиваю по максимальному уровню. Вот. Вот так выглядит максимальный уровень заборчика. Сочетаю. При прокачивании заборчика уровень вашей базы, вот этот вот, не растет. Ну, не испортим. Читер, что? Хакер, что? Выше этого. Благородный рыцарь. Клавиатуры и мышки. Двенкодушные рысяки только могут использовать читы. Читы-бриты. Крысяка. Так. Елочка. Пробращай, брат. Елочка. Дя-дя-дя-дя. Ах. Она у нас вместо маяка. Края. 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 и не находятся. Вот. Война. И не думает начаться, но она правильно говорит. В войне нет ничего хорошего, кроме плохого. Главное, в этой удивительной игре странность очень играет. Война ничего абсолютно не дает клану. Вот я и говорю, что в этой стране, мягко говоря, игры, победа в войне абсолютно ни на что не влияет, кроме обогащения победителей, игроков, которые участвуют в войне. хотя во всех нормальных играх победа в войне клан весь альянс. повышает уровень кланов. А здесь рейтинг повышается же. но победа в войне должна повышать рейтинг кланов. Потом еще клюшки всякие открываются, клан повышает свой уровень в других играх, но не здесь. Здесь игра странная. странная, очень странная. Очень странная. Но симпатичная. Симпатичная такая игрушка. таблица лидеров. Здесь кланы. А, вот. Вот рейтинг клана зависит от рейтинга его членов, а не от победы в войне. Вот такая удивительная игра. Без клановых клюшек. Но зато золото валится прямо с неба. Каждые две тире семь минут падают такие вот деревянные ящики. с провизией. Но кроме провизии может попасться девять салатых. На парашютчиках так опускаются, опускаются в разные места карты. И иногда по закону вредности может опуститься сюда. и его не видно за пальмой. За пальмой не видно вообще ничего. Вот здесь нагло опускается. Вот сюда. поставь Чтобы этого не было нужно что-нибудь сюда поставить. Бух. Тогда не опустится. Тогда вот сюда опустится. если уж совсем что-то такого вот такую блоху это максимум что можно сюда поставить по площади. 4 на 4. Вот сюда точно так же опускается нагло и прячется. А вот эту штучку уже на этот квадратный островок не поставить. Не поставить. штучку сколько она 5 на 5 25 квадратиков это такой кошмар. Ну ладно. И с этим люди живут. А что делать? Рекрутировать бесполезно потому что лучше в выходные орать. так мало народу играет в эту игру. Что пожалуйста шоки. вот. Из чего складывается рейтинг клана? Из того сколько члены клана каждый в отдельности уничтожил людей и собрал с трупов док-такс собачьи собачьи жетоны. Сумма собранных с трупов собачьих жетонов отражаются отражаются в рейтинге кланов. вот. А победа в войне никак не влияет на рейтинг клана. но только если он наш сержант пойдет пойдет нападет и зарабатывает еще немножко жетончиков во время войны а не во время битвы. но только так только так влияет и никаких клановых плюшек здесь есть какая-то дивизия твою дивизию это такое хорошее выражение дивизия это как-то увеличивает в зависимости от количества ваших ваших они они в зависимости от ваших собачьих жетонов они жетонов клана альянса почему-то здесь не называется в ваших нормальных играх это называется клан альянс это объединение нескольких кланов ну вот вот достигните третьего ранга для командного бункера присоединитесь к дивизии и соревнуйтесь за получение бонусных призов бонус сражения для дивизии генерал первого ранга 100000 деревянных деревянных ящичков ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Поклоняются дьяволу. Господи. Ну все. Перевернутая звезда. Ужас. Перевернутая же пентаграмма. Это символ дьявола. Ну, это все знают. Вот видите, что это за игрушка, оказывается. Христопродакции здесь работают-то. А-а-а, вот все. Собака порылась. Вот так вот. Да. Кстати, о дивизии. Вот у нас где тут командный бункер. Мягко говоря. Вот он у нас ранг командного бункера. Десять. Максимальный. Где наша дивизия? Твою ж дивизию. Где дивизия? Плачу налоги. Где дороги? Как говорится. А-а-а. А вот и нет у нас дивизии. Потому что мы не какие-нибудь там подлецы. Мы не нападаем на чушьи и пасы. Мы защищаем свою. Это всякие. Это всякие бляки только могут нападать на беззащитных человечков. Для них вот таких вот. Вот. Вот на оленей, понимаешь, нападать, убивать всех. Вот такие хорошие ребята. На гнусные гнусники нападают, убивают солдатиков. Вот солдатик бежит. Ой-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Тю-тью. Тю-тьюшечки. Да, он бежит. Тю-тью-тью-тью-тью-тью. Тю-тью-тью-тью. Нет, максимально у нас заборчик. Мы прокачали. Нападай, кто хочешь. Уплывай. Да. Вот когда он у нас был вот здесь, вот здесь. Тогда человечки бегали по всем островам. Вот. Очередная провизия прибыла. Летящий самолет сигнализирует о прибытии новой партии. Ее нужно срочно искать. Искать, искать. Здесь только две коробочки могут пустить. Если их не собрать, то следующие не будут выпадать через 2-7 минут. Вот здесь стоял. И захватывают этот остров. И тогда они шлепают по всей базе. Тю-тью-тью-тью. Тю-тью-тью-тью-тью. Тю-тью-тью-тью-тью-тью. Вот. Мы прокачали до 10-го ранга. Мы с 16-го года играем. Правда. С 4-го ноября в 16-го года. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Двести три часа на экране. 163 часа за последние две недели. Текущий сеанс 136 минут. Так, достижения. Все достижения. Вот дата получения 4 ноября 2016 года. Это потому что 18.33. Потому что мы играем через стим. То есть туман. А он фиксирует. Когда начали. И сколько часов играем. Так вот. Играем жуткое количество часов. Две тысячи двести три. С четвертого ноября 2016 года. Вот соответственно. Какое-то там ноября. Какого-то там непосредственно года. Но так как мы не нападаем на другие базы. Уровень у нас растет медленно. Медленно. И достижений у нас не 100%. А наоборот. 57. С четвертого ноября 2016 года. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кьёть. Кьёть. 2203 часа. Чтобы вернуться в игру, нажмите сюда. Да, вот прокачали, но в дивизии не состоим, потому как мы направляем на других. Уровень увеличился. Уровень увеличивается, если строите новых солдатиков. Везде. Везде строите новых солдатиков. А сколько? И каждый раз увеличивается уровень вот этот. В левом верхнем углу, который уровень. Общий уровень вашей базы. Какая-то. Какая-то. Вот это не увеличивает уровень когда прокачиваете сработчик. Жуть! 7 миллионов 200. Это в последнем обновлении обновлении в последнем обновлении такое. Учудили разработчики. Наверное борются с читерами. Али. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 в качестве музыкального фона и права свои на эту мелодию заявляет и все чужие видео которые используют эти мелодии монетизируют себя в карман. Охренеть вас. Причем эти мелодии принадлежат всему миру. А он забрал себе. Первым опубликовал на ютубе и все. Наглые такие вообще. Они в свободном доступе каком-то сайте официально, легально, потому что так давно это все было записано, что истек срок Артаса. Через 75 лет после смерти писателя, вроде бы, произведение становится достоянием мира. Ну и наверное с композиторами что-то типа того же. Того же. 37 минут. 38 почти. Болтаем. О чем еще? Хотели? А! Мы хотели плюшки показать. В других играх кланы получают, члены клана получают плюшки. Всякие симпатичные. А это, вот это вот странное, я не побоюсь этого слова, игра, не дают клановые плюшки, не дают развиваться как-то того, этого, не дают, вообще ничего не дают клану. И членам клана. Такая потрость. Не сосредоточная. Надо что-то с этим делать. Как-то понимать общественность. Что это такое? Где плюшки? Давайте плюшки нам, плюшки нам давайте. Дополнительный уровень, например, вот этого заборчика. Еще что-то можно было сделать. Вышку пулеметную здесь поставить, понимаете? Заборчики. С пулеметчиком. А то понимаешь. Понимаешь. Да, было бы круто. Если бы у каждого здания плюшки такой маленький хоп. Но только членам клана, достигшего 52 уровня верхотурности. Левелы должны быть у кланов. Левелы. Уровни. Лапоть. Лапоть. Пусть вкладывают золото в клан. Или... Или той, другой. Или припасы. Или золото. Или той, другой. И это повышало бы уровень клана. И открывало новые плюшки. Да мало ли какие. Ну, дополнительно еще... Еще один, понимаешь, этот самый... Какой-нибудь... Что тут можно... Вот. Еще одно место в гараже, понимаете, для канонерки. Ну, с габами. Или... Или одно место для истребителей. Вот. Хоп. Ну, как раз одно место нужно. Вот. Площадь один. Вот. У всех... Четырнадцать... А у... Членов... Уровня... Пятого уровня, например, кланов... Уже пятнадцать. А пятьдесят пятого... Соответственно... Охренеть тогда. Да. Вот. Не будет какой-то смысл сидеть в клане. А так никакого смысла нет. Чего нам сидеть? Нечего. Вот сейчас покажу, как это реализовано в крутой российской игрушке. Вот сейчас. Покажу сейчас. Покажу сейчас. На все дни сейчас. И так уже сорок одна минута с хвостиком. Мы в следующем видео покажем, какие плюшки бывают... Членов кланов... Других играх. Всем привет. Заходите. Если что. Покажем. 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 Покажем.